Ну а как всегда, когда стало у них совсем хреново, заговорили о патриотизме. Кстати, интересная тема, патриотизм вообще и как кто его понимает. Вот, например, недавно читал какое-то интервью у Григориана, так оказался полным идиотом, хотя раньше я думал иначе об этом человеке. В общем, рассказывает он о том, что считает возвращение Крыма восстановлением исторической справедливости. Ну, наверное, пусть лучше рот открывает под музыку только, ему рассуждать о таких материях просто, наверное, не идет. Ну да ладно, Григориан, просто хотел по поводу патриотизма вообще поговорить. Вот смотри, каждый ведь понимает, ну совершенно по-разному, да, вот это слово. Вот, например, Вакарчук недавно по башке получил после своего выступления на Львовском медиафоруме. Он там выступил с какой-то небольшой лекцией, в которой вот высказал свою позицию по отношению к этой проблеме. Но очень многим его взгляд, видимо, не понравился, потому что он не успел спуститься со сцены, как сразу же полилось на него изо всех щелей. В чем проблема? Ну, только в том, что Вакарчук любит родину совсем не так, как многие ее любят. Вот те самые вышиватные патриоты, о которых тоже очень много пишется в том же Фейсбуке. В чем проблема? Слава сказал, независимость Украина приобрела в результате распада империи. Независимость просто выкатилась к нашим ногам и оставалось ее только поднять. Но подняли ее, как мы все помним, не идеалисты-националисты во главе с порядочным человеком Черноволом, а бывшие партработники, комсорги и так далее, во главе с Кравчуком. И куда они нас довели, ты сам прекрасно, наверное, видишь. Кстати, еще один из упреков, которые ему предъявили. Он не так понимает соборность, как принято ее понимать. Он сказал о том, что Украина вобрала в себя много разных регионов с разной историей и, самое главное, с разным взглядом на будущее. Ну, а по сути, в чем он не прав? Ну, неужели так ментально близки жители Севастополя, Луганска и Лозоватки, и какого-нибудь Чопа, я не знаю. Ну, неужели они так похожи? Ну, соборность-то, соборность мало задекларировать, мало ее объявить. Ее нужно еще воспитать и взрастить в каждом человеке. Иначе это не соборность, а просто какая-то склейка. Ну, Вакарчук не просто критиковал чьи-то взгляды. Он предлагал, предлагал свою позицию. И, на мой взгляд, вот его устами в этот момент говорил здравый смысл и вообще разум. Он говорил, что патриотизм не должен брать за основу родоплеменной принцип кровного родства. Он говорил о парламентском патриотизме, о патриотизме, основанном на общности целей, общности задач. Самое главное, на том, как мы видим свое будущее. Ну, ты понимаешь, да, мысль? Ну, естественно, это же не могло понравиться большинству наших традиционалистов, националистов. Ну, а по сути-то эти люди даже не задумываются о том, что вот та форма патриотизма, которую они исповедуют, в своей основе имеет чисто зоологический принцип или даже инстинкт. Ну, такой принцип характерен для всех социальных животных, это тебе любой этолог подтвердит. К чему сводится в таком сообществе патриотизм? К тому, что каждый член этого сообщества готов пожертвовать своими интересами или даже своей жизнью ради своих собратьев. Но только на том основании, что он находится с ними в определенном родстве. Или это родство кровное, или это общность культуры, общность языка, религии, чего угодно, традиций. Но этот патриотизм делит людей на своих и чужих, следовательно, на хороших и плохих. Все, кто свои, все априори хорошие. Чужие, вне зависимости от индивидуальных качеств. Они все плохие, потому что они не свои. Вот именно такой патриотизм Сэмюэль Джонсон называл последним прибежищем негодяя. Вакарчук, на мой взгляд, предлагает очень здравую идею, альтернативную основу для национальной самоидентичности. Вместо заскорузлой традиции здравый смысл. Вместо шароварщины прагматизм. Здоровый прагматизм. Но не всем приходится по вкусу такой взгляд на патриотизм. Наверное, потому Вакарчук и получает. А Салтыков-Щедрин был прав. В деле распространения здравых мыслей не обойтись без того, чтобы кто-нибудь паскудой не обозвал. А вообще, вот смотри, чего по сути каждый из нас хочет? Хочет нормально жить, быть сытым, здоровым, получать удовольствие от жизни. Так вот, независимость – это способ достичь этой цели, достичь этого мещанского благополучия, мещанского рая. Об этом, конечно, не принято говорить вслух. Ну давай будем честными. Но ведь каждый из нас в основном об этом только и думает. Хотя мы можем спорить.